... Россия, приведя масштабные доказательства, подняла вопрос биораборатории на Украине. Видим ли мы сейчас какой-то интерес со стороны международного сообщества? Готовы ли они говорить об этом и будет ли Москва возвращаться, собственно, к этой повестке? Россия, приведя масштабные доказательства, подняла вопрос биораборатории на Украине. Видим ли мы сейчас какой-то интерес со стороны международного сообщества? Готовы ли они говорить об этом и будет ли Москва возвращаться, собственно, к этой повестке? Ну, я бы не назвал реакцию мирового сообщества интересом мирового сообщества. Это, скорее всего, реакция, которая ближе к изумлению, причём негативному, и настороженности. Потому что вскрытые факты показывают те колоссальные масштабы нелегитимной деятельности Соединённых Штатов по распространению своих военно-биологических лабораторий по всему миру. Сотни таких лабораторий, в том числе почти 30 на одной Украине, и многие созданы в ряде других стран бывшего Советского Союза, ровно по периметру и российских границ, и границ, кстати, Китайской Народной Республики, да и других стран, которые здесь расположены. Мы будем требовать в этой ситуации, во-первых, рассмотрение этой проблемы в контексте обязательств, содержащихся для всех стран, которые участвуют в Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия, и, во-вторых, будем с удвоенной и утроенной энергией добиваться того, чтобы американцы прекратили блокировать наше предложение, внесенное еще 20 лет назад, о необходимости создать при этой Конвенции специальный механизм верификации любых тревожных сообщений о том, что где-то появляются препараты, из которых можно сделать биологическое оружие. Они не хотят такого механизма, потому что такой механизм будет обеспечивать транспарентность любой деятельности, связанной с биологией, а эту транспарентность как раз американцы и не желают видеть, потому что им сподручнее все пытаться делать под своим контролем, чем они до сих пор и занимались. Но я убежден, что мировое сообщество убедилось и еще убедится в недопустимости подобной деятельности, чреватой, в общем-то, смертельными угрозами для огромного количества мирных граждан. Продолжение следует...